Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 сентября. Я вот вышла в огород, чтобы показать вам, где я буду садить лук сейчас, готовить буду грядку. И я немного расскажу, хотя бы общие вот такие понятия, как выбрать место для посадки лука. Потому что все мы знаем, что какими бы маленькими участки не были наши, нужно соблюдать севооборот желательно. Для чего это нужно? Севооборот на протяжении уже долгого времени считается одним из самых основных приемов, с помощью которого наши ресурсы земли, именно наших маленьких огородных участков, они восстанавливаются, восполняют свои ресурсы естественным способом. То есть одна культура посидела у меня на грядке, взяла все, что она любит. На следующий год ее сюда уже желательно не садить, нужно высаживать ту культуру, которой нужны другие питательные элементы. Вот я сейчас подошла к грядке перцев, вот здесь у меня около теплицы. В этом году у меня здесь росли перцы, на будущий год у меня здесь будет расти лук. Вообще лук это идеальная культура, которая является желанным гостем в любом уголке огорода. Если томаты, например, нельзя садить после картофеля, перцы нельзя садить после томатов и картофеля, ну и вообще там есть много ограничений и запретов, то лук можно садить, ну, можно сказать, идеальный такой он овощ, овощ можно садить и после томатов, и после перцев, и после картофеля, и после бобовых, после всего-всего. Он, как бы вам сказать, он землю помогает восстановить для того, чтобы потом снова можно было сюда высадить вот эти посленовые, которые очень категорично друг к другу относятся. Вот, например, нельзя томат после томата еще раз садить. Хотя я это делаю, у меня участок маленький, всего там 6-7 соток где-то так, но мне приходится добавлять свежую землю, завозить, потому что у нас менять мне невозможно вот этот томат. Я рассажу томатов много и перцев, мне их между собой менять нельзя и заменить на что-то другое. Я не могу, например, посадить томаты один год в такую большую площадь, а потом эту площадь посадить лук, а куда девать томаты. Поэтому вот с томатами там сложнее, я добавляю свежую землю, вот буду сейчас завозить. А лук идеальный вариант. Вот смотрите, при выборе места посадки для лука, самое главное, что вы должны выполнить, какое условие, это освещенность. Он очень-очень требователен к количеству солнца. Идеальный вариант, чтобы лук был освещен с утра до вечера, все время, чтобы грядка была на солнце. Но у нас не всегда тоже так бывает, у нас вот даже может теплица помешать, но я сейчас вам вот покажу расположение. Я всегда от теплицы, вот видите, делаю вот такой отступ один раз и еще дорожка, тогда вот тень от теплицы, она не загораживает. И у меня вот эта грядка, она почти весь день на солнце, вот сейчас, я на солнце покажу, вот я сейчас вышла рано-рано утром, солнце вот только встает, оно сейчас из-за вишни поднимется вверх, и вот эта моя грядка будет освещаться весь день. Это вот поэтому я сюда и перцы высадила, они очень светолюбивые, в этом году здесь росли. И поэтому же, по этой же причине у меня здесь будет расти лук. Запомните, неважно где он будет находиться, главное, чтобы рядом не было никаких строений, никаких заборов, чтобы тень не падала на грядку, иначе у вас ничего не получится. Перо сразу истончается, лук делается бледный, длинный, головка формируется маленькая, она не вызревает. Вот при выборе места для лука, самое главное, чтобы оно, грядка была освещенная. А садить предшественниками могут быть любые. Видите, вот тут у меня еще перцы до сих пор мучаются, не могу выдернуть. Но я их сейчас не выдергиваю, я сделаю грядочку лука, посажу, и потом этими же перцами пышными, видите, они у меня еще буйствуют, несмотря на то, что послезавтра уже октябрь, этими же перцами я прикрою, они у меня будут в качестве утеплителя. Все. Вот про выбор места, я надеюсь, вам объяснила все. Но вот все, что я знаю, все, что должен знать, самые минимальные сведения, это должен быть свет, и садить можно хоть после кого предшественниками лука, могут быть любые культуры. Все, до свидания. Сейчас еще расскажу, как определить дату посева, посадки лука, но это сделаю отдельное видео, потому что кому-то может быть только надо выбор места, а кому-то нужно только дату.